Здравствуйте! Благодаря нашим старым друзьям и Зеленой Стрелы мы побывали на удивительном семинаре Адриановой по созданию японского сада. Сад небольшой, около 30 квадратных метров и предназначен для созерцания. Вообще восточные сады сильно отличаются от европейских. Их основное отличие в том, что они не приносят материальных плодов. Их назначение в другом – пробудить работу мысли. Они чем-то напоминают комнаты для созерцания в буддийских монастырях. Это как раз и сложно для нашего с вами восприятия. Мы привыкли к тому, что сад для нас – место отдыха и релаксации. Это наш кусочек края на земле. Мы хотим ярких красок, пышного непрерывного цветения, вкусных плодов, в конце концов. А здесь, здесь все по-другому. Нам сложно представить себе, что зарождение таких садов происходило в период междоусобиц и постоянных войн. Появление японских садов было большей необходимости, внутренней потребности. Наверное, чтобы сделать чайный сад или сад камней, нужно быть японцем. Но мы все-таки попробовали. Конечно, были ошибки неточности. Наверное, на взгляд японца нельзя было отбивать камни, ведь в них живут души богов или наших предков. А прикоснувшись молотком к камню, мы обрекли их на вечное скитание. Возможно, вторая сосна была бы забракована. Да мало ли сколько неточностей нашли бы наши японские коллеги. Но, тем не менее, сад получился. И самое главное, в его создании могли принять участие все участники семинара. И если садам дают имена, то это сад двух столиц – Санкт-Петербурга и Москвы. На этом все. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Увидимся!